Сегодня у нас с вами будет макияж из рубрики «Максимально бюджетно». Все, что вы видите сейчас у меня на лице, это только бюджетная косметика марки Golden Rose. Я недавно сделала заказ как раз-таки специально для этого видео, потому что я помню такие бренды, как Golden Rose, Ruby Rose. Я их помню еще из своего далекого прошлого, когда я была подростком. И тогда, мне кажется, мы все ими пользовались, этими брендами, потому что и особо сравнить не было с чем, а мы вроде как пользуешься и пользуешься. Сейчас у меня косметики намного больше, я очень много всего перепробовала, и также умения у меня уже совсем другие. И вот я решила проверить, насколько хорошая эта косметика, учитывая уже мой опыт работы с косметикой, и вообще учитывая мой опыт обзора в косметике, потому что на данный момент я четко уверена, что косметику, даже если она бюджетная, не стоит покупать только потому, что она бюджетная. Даже бюджетная косметика должна работать очень хорошо, и сразу забегая вперед, скажу, что сегодня будут просто невероятные открытия. Здесь есть парочка продуктов, которые реально настолько меня впечатлили, что вам надо обязательно об этом знать. Ну и, конечно же, есть разочарований. Надеюсь, я вас заинтересовала. А, кстати, еще один момент. Golden Rose не спонсировал это видео, поэтому обзор это только сугубо мое личное субъективное мнение, поэтому давайте приступать уже к макияжу. Начать свой макияж я хочу с консилера, и я заказала у них вот такой вот консилер, это не новинка, но он мне показался таким, скажем так, универсальным. Это консилер вот в такой вот ручке, который прокручивается. Я взяла себе оттенок номер 2, и сейчас проверим, насколько оттенок мне подходит, потому что я вообще ненавижу прям совсем белоснежные консилеры под глаза наносить, потому что кожа у меня не самая светлая, поэтому вот такие вот совсем белоснежные консилеры на мне выглядят синими и создают вот такую вот как бы еще больше синеву под глазами. Косметика Golden Rose это турецкий бренд, и они в Турции и держат производство, по крайней мере большинство продуктов, которые у меня есть, я посмотрела, они все сделаны в Турции. Покрывающая способность этого консилера, нельзя сказать, что прям вау, знаете, не уровень Tarte Shape Tape и не уровень Catrice Camouflage, но в принципе, мне кажется, со своей задачей вполне справляются, потому что вот посвежела у меня эта зона под глазами. Теперь мне надо все это дело закрепить, особенно на веках, так как я на веки тоже наносила, и я заказала вот такую пудру. Это по типу как бы HD пудры, она называется Longwear Finishing Powder, и это прозрачная пудра, которая выглядит вот так вот, как мука. И, кстати, что меня заинтересовало, здесь написано, что это тальк-фри формула, то есть здесь в составе нет талька, и на первом месте здесь Z-Mace Starch, потом силика, и дальше потом еще несколько ингредиентов. Сначала на глаза нанесу. Пока вообще ничего негативного я не могу сказать. Тоже, может, попробуем запечь зону под глазами. Я так давно уже этого не делала, но сейчас жарче стало. Для запекания, наверное, все-таки она не подходит, потому что она сразу растворяется на коже, она не хочет лежать сверху, она сразу вот как будто тает на коже. Абсолютно невесомо, и боже, какое ощущение приятное. Вот кожа просто шелковистая как будто стала. Что касается теней для глаз, то, к сожалению, абсолютно все были распроданы, я ничего не смогла заказать, но я взяла новинку. Это скульптурирующая вот такая вот палетка, называется Metals Sculpting Palette, и я подумала, что, в принципе, я могу выкрутиться и сделать кое-какой макияж вот этими вот двумя оттенками. Тем более, что у меня еще есть подводка, то есть я потом сделаю стрелку. Я, кстати, частенько так выкручиваюсь, если вот палетки теней у меня нет именно под рукой, то можно и пудрами, и бронзерами делать макияж, почему бы и нет. И теперь хайлайтер. На веко нанесу. Ну, так очень легенько, скажем так. Так, учитывая то, что эта продукция не предназначена для глаз, вот чисто, чтобы выкрутиться, по-моему, вполне нормально. Мне явно не хватает какой-то подводки или чего-то, и я буду использовать еще одну новинку. Это подводка двухсторонняя, причем она очень такая странная. Смотрите, с одной стороны, здесь обычный такой вот аппликатор, скажем так, достаточно привычный для нас, а с другой стороны, посмотрите, здесь наконечник в форме шарика. Вот я специально на белом фоне это вам показываю. Я сначала, когда это увидела, думаю, что вообще курил производитель, когда они разрабатывали эту подводку. Но потом я прочла, как ей правильно пользоваться, а задумывалось все так, что вот этими точечками мы делаем как направляющие своего рода. То есть, знаете, такой как своеобразный штрих-пунктир, который потом мы соединяем обычным кончиком, то есть вот по этим намеченным точкам мы уже ведем линию. Точечки, кстати, такие еле-еле вообще, даже их не видно только. Кстати, вот очень удобный этот наконечник для того, чтобы вот прям между ресницами, знаете, пройтись, прогуляться вот так вот. Вот здесь я вижу, да, смысл в нем, но что-то меня смущает, что она какая-то серая. Давайте попробуем с другой стороны именно подвести. Подводка, если честно, вообще меня очень сильно сейчас разочаровывает, потому что вот этот кончик пересох. Вот смотрите, он вообще не рисует. Вот он вообще не рисует, а если положить ее на бок, то вроде бы как рисует. Кстати, не знаю почему, но тушь я не заказала от Golden Rose, поэтому я возьму свою тушь от Гош, накрашу ресницами и будем с вами тестировать бренд дальше. Я у них тоже заказала вот такой вот многофункциональный карандаш. Он у них позиционируется как карандаш и для губ, и для глаз. То есть можно его использовать как совсем нюдовый карандаш для губ, так и, в принципе, для глаз. Этот карандаш, кстати, очень сильно сливается с оттенком слизистой, какая она есть, поэтому его практически там не видно, но в целом взгляд все равно освежается, то есть в зеркале я вижу вот такое вот, что появилось более яркое там ощущение. И я, кстати, попробую его добавить вот в это место еще. Для лица я взяла BB-крем, потому что это единственное, опять-таки, что было в наличии, но так как многие меня просили протестировать какие-то BB-кремы на лето, я решила вот как бы два в одном. У BB-крема этого оттенок номер два, и этот оттенок называется F-Pair, то есть он все равно достаточно должен быть светлый. У него SPF 25, на целый день, конечно, не хватит, но если вы наносите косметику с утра, а потом делаете какие-то дела, или там нужно доехать до работы, то, в принципе, этого достаточно. Если вы еще до сих пор не разбираетесь в SPF, я вам, опять-таки, оставлю ссылку, чтобы вы посмотрели мое видео, я его делала в прошлом году, и оно просто полностью покрывает все аспекты, касающиеся SPF, поэтому, если вы его посмотрите, то точно будете уже хорошо разбираться. Ой-ой-ой, он выглядит оранжевым, если честно. Прям оранжевый. Я не знаю, как это сейчас видно, будет на камере, но он реально оранжевого цвета просто. Ладно, давайте растушевывать, может, это просто так кажется. Но, кстати, растушевывается так более-менее, не выглядит, по крайней мере, ярко-оранжевым, таким вот, как на свотче, когда только проводишь, но однозначно мне нужно будет его растушевывать и ниже, для того, чтобы все слилось с оттенком кожи. Я закончила с нанесением бипи-крема, и так, чтобы я прям влюбилась, то он, наверное, нет. Но все же лицо однозначно достаточно сильно посвежело, и этот оттенок, все-таки, мне кажется, немножко все же сыграл мне на руку, потому что, если бы я взяла первый оттенок, я бы, наверное, была вообще бледная, как смерть. Покрытие у него ниже среднего, однозначно он выравнивает общий тон лица, но так, чтобы скрывать недостатки, то у него покрытия недостаточно для этого. И я вижу, что он потенциально может завалиться в морщинки, поэтому я предлагаю сейчас взять вот эту вот пудру и закрепить его, потому что пудра мне вот прям действительно очень понравилась. От греха подальше закреплю этот биби-крем в тех местах, где он может провалиться, и вообще, где, в принципе, с ним могут быть проблемы. Так как я задумала очень классический макияж со стрелочкой и потенциально с красными губами, я еще докинула в корзину ресницы, потому что думала, что они здесь играют свою роль. Здесь написано, что это сделанные вручную премиум ресницы из натуральных волос. Вообще, что? Интересно, чьи волосы вообще здесь использовались и из каких мест. Мне однозначно их нужно будет сейчас сильно обрезать, потому что если я их вот так наклею, то это, знаете, образ такой прекрасная корова. Многие мне пишут, что покупают ресницы, а потом получается, что они выглядят ужасно, потому что они слишком длинные. Обрезайте их с внешней стороны, не жалейте. Это вполне нормальная практика их обрезать. Посмотрите, я уже обрезала практически в два раза, то есть я из них сделала такие ресницы для уголков глаз, и то они до сих пор для меня, посмотрите, какие они для меня длинные до сих пор. На данном этапе мне просто катастрофически не хватает бровей, поэтому я предлагаю перейти к ним и заполнять я их буду вот таким вот карандашом. Это автоматически очень тоненький карандаш. Вы знаете, обычно такие карандаши достаточно твердые, а этот более такой вот как прям масляный. Такое впечатление, что он намного более мягкий, чем вот другие его собратья. Тоже вот такие вот механические тоненькие карандаши. И оттенок у него серо-черный вот такой вот. Но это еще не все, у меня есть еще вот такая вот штука. Это тонирующий как бы гель для бровей, и оттенок я себе взяла номер 6. Вот, кстати, это тушь коричневого цвета. Давайте... И посмотрите, какая щеточка вообще микроскопическая. Может быть, я сейчас их протонирую, и как раз будет в самый раз. Щеточка просто супер! Я смотрю, что фиксации здесь нет никакой, то есть это только тонирование. Может быть, совсем-совсем легкая фиксация, но в основном это тонирование в первую очередь. У меня есть еще одна новинка. Это два жидких хайлайтера. Они на вид как металлические тени, но на самом деле это хайлайтеры для лица. Давайте пробовать оттенки, потому что я взяла два оттенка. Первый у меня Pearly Pink, и еще у меня есть третий оттенок Warm Gold. Я хочу сделать сводчик, потому что я все на сайте не могла определиться, какой мне нравится больше, то ли такой более розовый, холодный, то ли золотистый. Да, в общем-то, мне это больше похоже все-таки на жидкие кремовые тени, потому что, посмотрите вообще, это просто такой бешеный металлик. Там вообще написано на сайте, что нужно распределять пальчиками. А вот, кстати, в растушеванном виде не все так страшно, как изначально я думала. Ой, слушайте, я, наверное, погорячилась сначала, потому что мне сейчас прям очень нравится, как это выглядит. Вот он, когда делаешь сводч, такое впечатление, что боже, как это наносить вообще? А когда под пальцами ощущаешь его, то он такой, знаете, как масляно-жирный под пальцами, поэтому вот он очень хорошо вот так вот растушевывается. Посмотрите, действительно, по-моему, очень красиво. Вот прям реально очень красиво. Он мне даже больше нравится, как выглядит, чем Бека. Вообще такое реально? Теперь тебе задание. Будь стойким. Вот если ты будешь стойким, я тебе гарантирую, тебя будут покупать все. Тебя все будут любить, обожать. Главное, будь стойким, пожалуйста. Не, я надеюсь, я в этом клубе не одна, и вы там по ту сторону тоже считаете, что это выглядит красиво. Мне больше всего нравится, что не подчеркивается текстура кожи. То есть наоборот, все так как-то сглаживается. От хайлайтера я просто в диком восторге. Давайте теперь вернемся к этой палетке для скульптурирования. И здесь я хочу взять бронзер вот этот. и так как это металлическая палетка, то есть она именно и называется Metal Sculpting Palette, то есть это не матовые текстуры, я хочу взять этот бронзер и вот именно забронзировать лицо, то есть без намека на то, что это скульптурирование. Рыжевато выглядит, конечно. Нет. Бронзер, конечно, здесь рыжеватый. Ну, этот глоу. Все, что мне осталось сделать для завершения этого макияжа, это только накрасить губы. И здесь у нас с вами два варианта. Я взяла такой более безопасный вариант и тот, который хочу использовать. А именно это оттенки у меня 18 и 13. Что касается оттенка номер 13, то это такой вот абсолютный нюд, очень красивый оттенок, вот так вот из баночки, как вам не кажется. Но я думаю, что если я сейчас нанесу эту нюдовую помаду, то я просто вообще потеряюсь, у меня на лице останутся только брови. Поэтому я думаю, для этого образа лучше все-таки использовать оттенок 18. Это такая супер насыщенная красная помада, тепло-красная помада, вот именно такая ближе к оранжевому. Вау! Классный оттенок, вообще просто супер! Это, напоминаю, оттенок номер 18 и оттенок номер 13. Сейчас рядышком посмотрим. Тоже просто потрясающий оттенок, мне кажется, я на 100% угадала. Итак, что касается первых впечатлений, первых итогов, то вот так вот, просто смотря на себя в зеркало, мне мой макияж сегодня очень нравится. Но, конечно, были отдельные продукты, которые прям меня очень сильно впечатлили, и те, которые абсолютно не впечатлили, и даже наоборот, я бы сказала, что они были полностью провальными. Что касается моих фаворитов, по первому впечатлению, то это однозначно пудра, потрясающая просто пудра, потому что она делает действительно очень уникальный вид на кожу. Во-первых, она полностью сразу как растворяется на коже, то есть ее не видно, она сверху не лежит мукой, и сверху не лежит каким-то слоем. Она моментально как будто тает на коже, и кожа становится просто шелковистой. И вот такое впечатление, что гладишь не кожу и свою текстуру кожи, а гладишь шелк какой-то. Также вы видели мой восторг от хайлайтеров этих жидких. Изначально они меня по свочу напугали, но реально это посмотрите, насколько это красиво выглядит. Помады. Опять-таки, здесь мне кажется лишним даже что-то добавлять, потому что вы видите, как эта помада выглядит на мне. Мне очень комфортно с ней, потому что вот с момента нанесения уже прошло наверное где-то полчаса, и я не могу сказать, что она меня где-то раздражает, что где-то пересушивает, или где-то она плохо лежит. И тем более губы в последнее время, я вот избегаю в последнее время таких ярких оттенков, потому что у меня губы в отвратительнейшем состоянии. Они постоянно у меня шелушатся, постоянно какие-то как корки на них образовываются, но тем не менее с этой помадой я сейчас не вижу каких-то проблем. Есть группа продуктов, которые, знаете, мне понравились, но еще требуется немножко больше их протестировать для того, чтобы я точно сказала свое впечатление. Карандаш понравился, неуверенно с оттенком, оттенок мне все-таки хочется немножко другой, потому что это больше серый, а мне хочется больше такой вот как темно-коричневый. То же самое касается и вот этого тонирующего геля для бровей. Тоже в первом впечатлении все хорошо, отлично у него кисточка, есть такой легкий эффект тонирования, но при этом нужно потестировать еще с другими карандашами, как он выглядит, дает ли он действительно какой-то видимый эффект для того, чтобы его рекомендовать или же нет. Карандаш тоже вполне нормальный карандаш. Что касается этого консилера, то я, честно говоря, не возлагала на него какие-то прям большие надежды, но мне моя зона под глазами сегодня очень нравится, потому что она не пересушенная, явно не подчеркиваются морщины под глазами, тем более, что я дублировала это пудрой и все равно нет ощущения сухости под глазами. Посмотрим опять-таки, как будет по стойкости. Что касается категории так, не то, не сё, то сюда, наверное, я отнесла бы этот биби-крем, он неплох, вот сейчас я смотрю, лежит на коже вполне красиво, каких-то глобальных претензий у меня к нему нет, но хотелось бы немножко больше покрытия. Также я не могу сказать, что я в каком-то диком восторге от вот этой вот палетки для скульптурирования и абсолютно отвратительная вещь это вот эта вот подводка, я ей пользоваться 100% больше не буду. Для того, чтобы вы могли еще лучше оценить макияж, я вам обязательно его покажу при дневном освещении, чтобы вы посмотрели, как все выглядит не просто вот так вот со студийным светом, но также еще и при свете дня и также я вам обязательно вставлю кадры в конце дня, я вам покажу, как выглядел макияж сразу после нанесения и как он выглядел в конце дня и учитывайте, что у меня сегодня был очень тяжелый день, у меня куча была работы, куча дел, я сегодня сидеть на месте точно не буду, плюс у нас в Одессе уже лето началось, реально очень жарко, поэтому тестдрайв мы устроим по полной программе. А на этом у меня все, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, это можно сделать вот здесь вот, посмотрите другие мои видео, если вы их не видели, сейчас вот YouTube как раз вам их рекомендует, а если вдруг вы эти видео уже смотрели, то мы с вами увидимся тогда в новом моем видео очень скоро.